Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего видео урока – Человек и природа. Давайте сначала узнаем, что такое природа. Природа называется всё, что нас окружает, и не сделано руками человека. Природа делится на живую и неживую. К неживой природе относятся солнце, воздух, вода, горы, камни, песок, небо, звёзды. К живой природе относятся человек, растения, животные и грибы. Одним словом, живая природа – это то, что растёт, питается, дышит, двигается, размножается, даёт плоды. Неживая природа – это то, что не растёт, не питается, не дышит, не размножается. Обратите внимание на рисунок. До чего же богата и прекрасна наша земля, реки, леса, горы? Без воды не будет листьев, без солнца не будет животных и людей. Земля, как и на мать родная, она заботится о нас, кормит и оберегает. Природа живая, она требует заботы и любви. Мы привыкли получать от природы всё, что нам хочется. Это наслаждение тёплой и солнечной погодой, купание в водоёмах, вкусные овощи и фрукты. Человек не может существовать отдельно без природы. Земной шар – это дом для человека. Здесь есть всё необходимое для жизни – воздух, еда, вода. Но, к сожалению, человек часто забывает об этом и относится к своей планете словно паразит. Он уничтожает окружающую природу, забывая о том, что именно она даёт ему жизнь. Некоторая деятельность людей наносит огромный вред окружающей среде, особенно если приходится загрязнять её. Многие промышленные предприятия сливают свои отходы в реки, что ведёт к гибели рыб и водоплавающих птиц. Люди вырыбают лесам, но ведь они нужны для очистки воздуха. Из труб, заводов и предприятий в атмосферу выделяются вредные парниковые газы. Из-за нерационального использования сельскохозяйственных земель снижается плодородие почвы. Раньше человек думал, что природные ресурсы неисчерпаемы и можно брать от природы всё, при этом в огромном количестве. Но оказалось это не так. Как можно столько брать, при этом ничего не отдавая взамен? Взамен, конечно же, природа получала горы мусора, ядовитые выбросы в атмосферу, почву, воздух. Люди не задумывались, что с таким темпом загрязнения, а также уничтожения флоры и фауны, земля исчерпает свои ресурсы, чистую воду, и выбрут все животные. И жизнь без чистой природы станет невозможной. Но нельзя забывать о том, что если человек наносит вред природе, то и одновременно вредит и самому себе, ведь природа многого не требует от нас, а всего лишь не загрязнять её. В настоящее время некоторые люди, которые до сих пор возвеличивают природу, говорят о том, что извержение вулканов, разливы рек, землетрясения и другие стихийные бедствия – это лишь ответ природы на действия человека. Такие люди считают, что природа жива и можно чувствовать, можно мстить за боль, которую ей причиняет человек. Нельзя назвать опасностями только пожар, цунами. Резкая смена климата сама по себе может создать угрозу для здоровья, потому что каждый из нас приспособился к каким-либо определенным климатическим условиям. То есть в климате, к которому мы приспособлены, температура воздуха, влажность, солнечные дни не оказывают на нас отрицательного влияния. Несмотря на важность лучей солнца, для организма они могут стать причиной различных заболеваний, например, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний нервной системы. Сейчас человек начинает осознавать свои ошибки. Он понимает, что нужно заботиться о своем доме, ведь многие поколения еще хотят жить на этой земле. Они хотят дышать свежим воздухом, есть экологически чистые продукты, пить чистую воду и восхищаться окружающим миром. Для того, чтобы дышать свежим воздухом, есть экологически чистые продукты, необходимо потрудиться, позаботиться о сохранении окружающей среды. Самое первое, что должен сделать каждый человек, это посадить и вырастить дерево, которое сможет не только украсить его вокруг, но и сделать воздух чище. Человек и природа – это два нераздельных понятия. Как человек не может обойтись без здоровь природы, так и природа не может существовать без деятельности человека. Чтобы сохранить связь с природой, необходимо выезжать в выходные в горные районы, гулять по лесу, купаться в реке. А вы знаете, ребята, что и горные районы своими климатическими условиями отличаются от других территорий. Например, при восхождении на гору давление воздуха падает, кислороду мешается. Такие климатические условия вызывают у людей головокружение, одышку, сонливость. Это происходит из-за недостатка кислорода. Тем не менее, это не оказывает никакого влияния на местное население. Организм требует определенного времени, чтобы приспособиться к этим условиям. Самая главная задача человечества – это забота об окружающем мире. Наш земной шар по-прежнему должен оставаться голубым, а не серым. Сохранить природу – это достаточно сложная задача в наше время, так как люди ведут себя равнодушно. Хочется верить, что все изменится в лучшую сторону, потому что каждый человек должен стремиться сохранить свои природные богатства. И донеси их до будущего поколения. Нельзя забывать – человек – дитя природы. Ведь она нас кормит, согревает и наполняет жизнь приятными впечатлениями. Наш урок подошел к концу. Спасибо вам за внимание.